Красивые зубы безболезненно не только для пациента, но и его кошелька. Как это возможно сделать, демонстрировали сегодня в Академии стоматологического мастерства доктора Зорина. Там прошел курс по реставрации фронтальной группы зубов композитными материалами. Занятие вел обладатель первой международной премии в номинации лучший стоматолог-реставратор в 2018 году Денис Крутиков. Очень многие пациенты отказываются сейчас от керамических конструкций в силу какой-то финансовых каких-то проблем. Поэтому композитная реставрация как более дешевый способ эстетического восстановления зубов, особенно передних, становится все более и более популярной. Послушать лекции и тут же применить знания на практике приехали врачи со всей Чувашии из Казани, Нижнего Новгорода. Анастасия Винокур, победитель Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Эстетическая реставрация зубов». У моего условного пациента проблема была единственная. Отсутствовала половина зуба. Да, он упал с велосипеда и сказал, укол зуба. Восстанавливали естественную анатомию с учетом всей прозрачности. Используем новые материалы, пробуем новые методы реставрации для того, чтобы они были высокоэстетичными, максимально приближенными к естественной природе зуба. Мастер-классы, семинары и лекционные курсы в Академии стоматологического мастерства доктора Зорина проходят регулярно. Как говорят организаторы, технологии в стоматологии постоянно совершенствуются. Не отставать от них – главная задача современных врачей. В 80-90% проблем полости рта возникает из-за неправильно, некачественных поставленных пломб и коронок. От этого у нас возникло желание организовать свою Академию стоматологического мастерства, чтобы обучать не только врачей своей клиники, но и всех. В том числе мы здесь обучаем и студентов, и молодых врачей. Дверь открыта для у нас, для всех желающих, кто хочет именно оказывать качественное лечение своему пациенту и совершенствовать свое мастерство. Следующий семинар уже 9 ноября. Вся информация на сайте www.dentomed.com во вкладке «Учебный центр».